Приветствую вас! Я могу ответить вам на ваш вопрос для фарады. Первое, это ответственность, личная ответственность ваша, и второе, это личные границы. И, пожалуй, первое, с чего нужно начинать, это с ответственностью. То есть вы говорите себе, я ответственен за то, что за мной происходит. То, что я делаю, то, что я продвигаю, то поведение, которое я осуществляю, это поведение только моя ответственность и больше не чья соответственно. Вот это является первым и самым важным моментом, чтобы перестать быть счастью общества. Опять же, почему, да, то есть что мы подразумеваем под этим, когда говорим, значит, перестать быть счастью общества. То есть понятно, что счастью общества мы вряд ли перестанем быть практически. Потому что это невозможно. Мы бы и рады не быть счастью общества, но мы в нем, в обществе находимся. Как бы нам это было бы неприятно. И, соответственно, личная ответственность поможет вам адекватнее к себе относиться. Личная ответственность поможет вам правильно воспринимать себя, правильно воспринимать свои поступки. И самое главное, позволит вам, да, ограничить себя от других людей. Да, конечно, не полностью, не полностью. Ограничение будет происходить не полностью. Это да, но оно будет. Ограничение будет, и это, наверное, самое главное. То, что ограничение общества происходит за счет взятия на себя ответственности по тем или иным вопросам. И, соответственно, ограничение ответственности происходит при недопуске людей в определенной сфере вашей жизни. То есть это вот тоже такой довольно важный момент, если мы говорим именно о том, чтобы вы отделились от общества настолько, насколько это вообще возможно. Да? Личные границы, границы. Что это такое? Личные границы – это определенные фильтры, которые не позволяют всему, что, говорят, делают люди, влиять на вас. То есть там где-то что-то происходит, но это вас не касается, не касается. Касается вас только то, что непосредственно имеет для вас значение. А значение имеет то, что, соответственно, обладает приоритетом. То есть вот какой у вас приоритет по отношению к реальности, вот, собственно говоря, так вы и свои личные границы устанавливаете. И не пропускаете в себя то, что вас напрямую не касается. А если, например, человек ваши личные границы нарушил, то первое, что вы можете сделать, это уведомить его об этом. То есть сказать ему, что вот. Тогда вы нарушили мои личные границы. Пожалуйста, перестаньте это делать, да? Значит, человек либо прислушивается к вам и предстает это делать, либо нет, и продолжает. И тогда в этой ситуации можно говорить о том, как вы реагируете. Можно говорить о том, как вы воспринимаете то, как нарушает ваши личные границы. То есть объективно воспринимаете вы это всегда негативно. Конечно же. Но на чем завязан негатив? Можете ли вы поменять реакцию человека на свое какое-то поведение? Можете ли вы изменить поведение человека? И ответ, конечно же, будет отрицательным. Нет, вы не можете изменить поведение человека, это невозможно. Соответственно, а если поведение человека изменить нельзя, то к нему нужно изменить свое отношение. Изменить отношение к человеку, изменить отношение к нему для того, чтобы не позволять себе переживать по данному поводу. Для того, чтобы не переживать по данному поводу, нужно определить, а что меня задевает в контексте конкретного человека, что меня задевает, что меня раздражает. Да? То есть это вот такой, ну, довольно важный момент, чтобы смогли понять, что вас раздражает в первую очередь. Да? Если мы сможем понять, что вас раздражает, то сможем также понять ваши слабые стороны, например, ваши слабые места и постараться эти слабые места сделать силы. Здесь, конечно, тоже момент, какого плана, момент-момент, что, ну, например, может быть такая ситуация, что какие-то свои слабые места вы не можете сделать силами. Они, например, и вообще не должны быть силами, то есть они должны быть слабыми, но вас это задевает. Почему? Потому что как раз таки нет истинных понятий о том, что происходит. А истинное, адекватное понятие вы приобретаете и сразу все у вас будет нормализовывать. Ну, конечно, постепенно этот процесс будет происходить. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Я бы рекомендовал вам подумать о том также, почему вы вообще хотите перестать быть частью общества, да, то есть что привело вас к такой вот мысли, что привело вас к такому желанию. Это первый момент. Второй момент, что, по вашему мнению, вам раст, значит, то, что вы отделились от общества. И, говоря общество, говоря общество, тоже нужно понимать, что именно вы имеете в виду, кого именно вы имеете в виду. Потому что общество это неопределенный круг людей. И почему этот неопределенный круг людей вас волнует, пока не понятно. Пока. При разборе, при работе с вами, например, это будет конкретизироваться, это будет уточняться, вот, то, что с вами происходит. Это будет уточняться, и, соответственно, у вас будет расти понимание того, чем же вам так не угодило общество, и почему вы хотите лишить общество. Общество своего присутствия, да. Самое главное, кому вы, кому вы пытаетесь что-либо доказать. Именно, именно о тех людях, которым вы пытаетесь что-то доказать и следует с вами беседовать. Ну, потому что, просто потому, что очень может быть так, что то, по поводу чего вы ищете доказательства, да, вот, именно, ну, именно вот, в контексте этих людей, имеет место быть просто перерост. То есть, эти люди переживают сами важные аспекты своей жизни какие-то. Так, вот, значит, вели себя с вами так, как будто у вас эти переживания действительно есть. То есть, по сути, что получается? Люди приписывают другому человеку то, что они переживают сам. И если вы данный факт увидите, если вам станет понятно, откуда вот произошло то отношение к вам, на которое вы сейчас реагируете, то вы поймете, что к вам это отношение вообще никакого не имеет. Чем быстрее вы для себя это поймете, тем легче и проще вам будет жить, тем легче и проще вам будет адаптироваться к той реальности, в которой вы находитесь сейчас на данный момент. И тогда вы будете преследовать не цель перестать быть частью общества, а вы будете преследовать цель не позволять людям вовлекать себя в то, например, что вам не является интересным. Что, например, что не является для вас приоритетом? Вот, помните, я говорил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.